Почему нельзя оставлять зарядку от телефона в розетке? В рубрике «Технические лайфхаки» наш автор Наталья Лобанова рассказывает о простых, но важных нюансах использования электроники в быту. Телефон заряжен, но зарядка остается в розетке снова и снова. Большинству владельцев сотовых телефонов ситуация наверняка знакомая. Казалось бы, ничего страшного. На самом деле, это не так. Давайте посмотрим, почему зарядку надо вынимать из розетки после использования. Траты на электричество растут. Гаджет, оставленный в розетке, продолжает расходовать электричество. Конечно, расход этот незначительный, 3 копейки в че в год, и обойдется он всего-навсего в 12 рублях, но, как говорят, копейка-рубль бережет. Срок годности сокращается. Зарядка от производителя при аккуратном обращении, как правило, служит до 10 лет. Бюджетный китайский аналог – до третьих лет. При постоянной работе на холостом ходу устройство выходит из строя вдвое быстрее, тем, кто часто меняет телефоны, эта причина, скорее всего, покажется несущественной. Но если вы пользуетесь одним девайсом долгое время, оставлять неработающий гаджет в сети не стоит. Осторожно, дети. Забытое в розетке зарядное устройство – опасная игрушка для детей. Конечно, пальчик малыша в разъем не поместится, но он может сунуть в него тонкий металлический предмет. А удар тока даже в 4-5 болезненный, особенно для ребенка. Пожар. Из-за зарядки, постоянно находящейся в розетке, может произойти пожар. Скептики говорят, что такая ситуация исключена, если приобретать качественное устройство. В первичной обмотке хорошего понижающего трансформатора предусмотрен плавкий предохранитель, который при слишком большой нагрузке разрушается и разрывает цепь. К сожалению, на деле это не всегда так. Во-первых, даже дорогие модели не застрахованы от брака. Во многих случаях плавятся и взрываются зарядки от телефонов, которые дешевыми не назовешь. Что говорить о бюджетных китайских гаджетах, которыми пользуется значительная часть владельцев телефонов. В них нет качественных деталей и умных защитных устройств. Хорошо, если хозяева вовремя заметили проблему и беды не случилось. Хуже, если дом остался пустым и сгорел. Страшно, если пожар начался ночью, и в пламени погибли люди и домашние животные. Во-вторых, возгорание часто происходит из-за короткого замыкания. Почему оно возникает? Один. Вышли из строя конденсаторы. Деталь, расположенная рядом с трансформатором, постоянно нагревается. Со временем она вздувается и взрывается, превращая зарядку в осколке пластика. Распознать потенциально взрывоопасное устройство несложно. Отключите его от телефона, а через четверть часа потрогайте рукой. Если корпус горячий, немедленно вынимайте устройство из розетки и больше им не пользуйтесь. Два. В сети произошел резкий перепад напряжения. Электроды, не имея сопротивления, которое создает телефон, движутся по кратчайшему пути. В результате на выходе зарядного устройства возникает напряжение, во много раз превышающее заявленное производителем. Пластиковый корпус гаджета оплавляется уже при 16, а ведь напряжение может достигнуть 220, обычно это проблема частных домов. Однако и в многоэтажных постройках такие случаи редко, но случаются. Три. В линию электропередач ударила молния, и по электросети прошел кратковременный импульс в 1000, в этом случае сгорит не только телефонная зарядка, но и другие приборы, не отключенные от питания. Как видим, оставлять телефонную зарядку в розетке опасно, поэтому лучше не испытывать судьбу, и отключать гаджет от сети вместе с телефоном.